МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости. Все самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко. И вот что вас ждет в этом выпуске. Вечная зима, обнаженные женщины и коварные интриги. Все о любимом сериале Барака Обамы. Сто устриц вместо тысячи слов. В Австралии деликатес спасает экологию. Как создать атмосферу тяжелого рока при помощи дудочки? Знают виртуозы из Алматы. Бурятская Намгар, Тувинская Сейнхо и настоящие индейцы из Эквадора. Исполнители с трех континентов съехались в Алматы на песенный фестиваль в формате опен-эйр. Однако без приключений не обошлось. Одни участники добирались до южной столицы пешком. Другим вообще пришлось познакомиться с казахстанской полицией. Все подробности у наших корреспондентов. Фестиваль под открытым небом собрал этномузыкантов из десяти стран мира. Причем добираться до Алматы некоторым из них пришлось с приключениями. К примеру, алтайскому певцу Болоту Байрышеву с группой Белуха Джем из-за наводнений в республике до дороги пришлось идти горными тропинками. И повсюду окружали путников, непроходимый лес и дикие звери. К счастью, добрались вполне благополучно. Духтенкри помог, говорит Болот. В Казахстан музыканты привезли древний алтайский инструмент. В Казахстане этот инструмент называется Сасырнай. Горно-Малтай этот инструмент мы утеряли в 30-е годы. Благодаря нашим мастерам мы сегодня его вернули. Называется она Ингурек. Казахстанская группа «Шарапат» впервые на большой сцене. Коллектив создался буквально за месяц до фестиваля. На вооружении у ребят две электродамбры, барабаны и электрожетыген, единственный в мире. Спроектировал его лидер группы «Алдаспан» Нуржан Тойше, известный своим предыдущим изобретением электродамброй. У современного жетыгена 23 струны, на шести из которых расположен гриф по типу гавайской гитары. Работала над инструментом команда из 12 человек. На его создание ушло 4 месяца и 3,5 тысячи долларов. Публика, конечно, сразу была шокирована электрожетыгеном. Это был как бы шок небольшой такой. Мы собрались недавно только, буквально месяц только нам. Ощущение супер, конечно. Для нас это огромное счастье участвовать на таком огромном международном фестивале, как Spirit of Tengri. Волнение было, конечно, у нас небольшое волнение, но мы как бы собрались, все перебороли. А темпераментный грузин в группу The Shin публика долго не хотела отпускать со сцены. Алексой Чумбуридзе со своей безудержной лесгинкой покорил сердца казахстанцев. Кстати, в коллектив он попал так же. Выпрыгнул из зрительного зала на сцену и пустился в пляс на одном из концертов The Shin. Так и остался. Ощущения очень хорошие. Зрители вообще класс. Все очень хлопали, радовались. Мы тоже очень рады, что им понравилось наше выступление. А под занавес на сцену вышли настоящие индейцы из Эквадора. В традиционных костюмах и солнечных головных уборах, украшенных орлиными перьями. К слову, с собой они привезли целый чемодан такой национальной одежды. Зрителей Ярик Эквадор удивил и индейскими духовыми инструментами. На родину группа будет возвращаться на машине и планирует посмотреть все красоты Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok не совсем обычную для деликатеса жизнь. Сначала их кормили ртутью, свинцом и медью, а затем увековечили в стеклянном плену. Таким вот оригинальным способом в Австралии привлекают внимание людей к проблеме, которая давно волнует ученых. Наука и искусство объединились, чтобы сделать мир чище. Художники, архитекторы и ученые австралийского острова Тасмания работают над созданием необычной художественной инсталляции. Для этого им понадобилось 100 устриц, которых поместили в стеклянные коробки. Однако эти моллюски не совсем обычные. В течение пяти месяцев они жили в реке Деруэнд, поглощая вредные осадки цинка, меди, свинца и ртути. Благодаря животным ученые смогли получить подробную картину того, что находится на дне реки. Организаторы проекта надеются таким образом привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Профессор Питер Дэвис тоже участвует в эксперименте. Как правило, мы пытаемся привлечь внимание людей и повысить их сознательность путем объяснений и предупреждений. А теперь говорить не надо, эти моллюски все скажут за нас. Архитектор Рос Бревин устанавливает цементную стену, на которой вскоре расположится 140 моллюсков в специально изготовленных для них стеклянных брусках. После того, как устриц вытащили на поверхность, ученые тщательно их изучили, чтобы получить подробную информацию о том, чем загрязнена вода. По словам Питера Дэвиса, проект несет в себе важное экологическое послание. В таком грязном водоеме животным очень тяжело жить. Это то же самое, что поместить канареек в угольную шахту. В этом году в реку собирается поместить еще тысячу устриц. Необычным способом пытаются привлечь внимание к проблемам природы и в Гонконге. На днях там появились 1600 бамбуковых медведей из папье-маше. Именно такое количество панц сегодня осталось на планете. Проект художника Пауло Гранжона стартовал еще в 2008-м. Для реализации своей идеи французский скульптор изготовил животных из переработанной бумаги и стал возить их по всему миру. За несколько лет искусственные звери побывали в разных вл.ках планеты. Они посетили Нидерланды, Италию, Германию, Швейцарию и Тайвань. В Гонконге панды пробудут до 25 июня. Вечная зима, вкус корицы и меда, обнаженные женщины и коварные интриги. 18 миллионов человек в мире уже догадались, о чем сейчас пойдет речь. Именно такое количество зрителей смотрят на шумевшую киноэпопею «Игра престолов». Среди известных фанатов многосерийного фильма засветился даже Барак Обама. За пару недель до премьеры четвертого сезона в офис шоураннеров «Игры престолов» позвонили из Белого дома и попросили выслать DVD со свежими эпизодами. Действительно, должны же быть хоть какие-то преимущества в том, что ты президент Соединенных Штатов. Кто еще из ключевых фигур современной мировой политики готов отложить дела государственной важности, чтобы посмотреть фэнтези-сериал? И чем все-таки сага покорила сердца телезрителей? За ответом отправимся в Северную Ирландию, туда, где создается культовый киношедевр. Выставка, посвященная нашумевшему сериалу «Игра престолов», проходит в Белфасте. В экспозиции более сотни артефактов из четырех сезонов. Фанаты многосерийного фильма с трепетом ждут возможности увидеть воочию реквизит, который напоминает о ярких впечатлениях, полученных от просмотра. Все, что мы там увидели, просто потрясающе. Всем рекомендую сходить на 4D. Это было великолепно. Я даже не думал, что «Железный трон» на самом деле такой большой. Побывать на вершине той самой ледяной стены из фильма поможет шлем виртуальной реальности Oculus Rift, благодаря которому достигается эффект 4D. Самый популярный экспонат выставки «Корона короля Джофри», выполненная в средневековом стиле. Это уникальная работа дел рук профессиональных ювелинов. Некоторые изделия весьма необычные, нам приходится использовать старинные техники, которые сегодня уже не применяются. Иногда мы делаем дизайн посредством компьютерных программ, а затем с помощью 3D-распечатки создаем нужные модели. Так что на самом деле, то, что вы видите на экранах, — микс традиционных и передовых навыков. За 2013 год «Игра престолов» принесла местной экономике 65 миллионов долларов. Первый министр Северной Ирландии и его заместитель расходятся в политических взглядах. Зато относительно картины у политиков никаких споров не возникает. Я вместе с первым премьер-министром Питером Робинсоном был в Лос-Анджелесе, и у нас сложились прекрасные отношения с каналом HBO. Благодаря этому нам удалось договориться о съемках четырех сезонов фильма, а также наметить съемки пятого. Теперь лента стала событием мирового масштаба, и мы этим очень гордимся. Премьеру четвертого сезона посмотрели более 8 миллионов зрителей только в США. Это самая большая аудитория со времен сериала «Клан Собрана». Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Если вы в курсе интересных событий, знакомы с неординарным человеком, знаете необычную историю и готовы об этом рассказать, пишите нам в Твиттере, а также следите за нашими аккаунтами в социальных сетях. А мы всегда найдем, чем вас удивить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова